Есть классические труды товарища Пректора по социономике, а просто открываешь и читаешь, какие должны быть признаки мании, когда говно становится чуть ли не мечтой всех живущих. Но все признаки налицо. Если вы откроете тот же Google Trends, посмотрите, берете биткоин, то вы увидите динамику популярности запросов. Это первое. Второе. На самом пике мании что-то начинает доходить до официальных лиц, и начинаются серьезные телодвижения в этом направлении. Помимо, скажем так, россиянского правительства, которое работает в условиях цифровой экономики, электронной, не помню какой, что-то там обсуждают. На встрече большой двадцатки биткоин будет одним из ключевых вопросов. Что с ним делать? Да. Огромное количество текстов разных аналитиков на тему того, что биткоин либо представляет существенную угрозу существующей финансовой системе, либо является одним из средств монетарных властей, ни много ни мало для того, чтобы увеличить скорость обращения денег. Это я вам просто перечисляю, как это есть. Далее, что там еще? А, особо продвинутые аналитики, они, значит, даже приплели Фон Хайка, как ему делал. У Фон Хайка была работа, называлась она «Денационализация денег». Вот. Там он рассмотрел гипотетическую валюту, Дукат называется. Так вот эти клоуны пишут, что биткоин – это воплощение Дуката. Хотя, если разобраться в том, что писал Фон Хайк и как функционирует, должна была функционировать эта валюта, и что такое биткоин – это вообще, то есть, вещи несовместимые. Но, тем не менее. Если вы вспомните, что происходило, скажем, когда нефть шла на 150, ну, помните, там, пик нефти, цивилизация закончится, то есть, все пипец, новый мир и тому подобное. Что было с золотом, когда оно ушло на 2000, с серебром, когда оно ушло на 50, с даткомами. Ну, просто все вот в один в один. То есть, даже, если пойдете на Зиру Хеч, там полно статей, где, ну, не полно, там, 2-3 статей, такие хорошие, которые показывают, что, если взять логарифмическую шкалу, то динамика биткоина, она практически один в один совпадает с динамикой севера при походе на 50, с динамикой нефти при походе на 150. И по историческим данным, прирост стоимости биткоина тоже, ну, разумеется, в логарифмической шкале, ну, практически один-один шел с тюльпаной манией. И дальше там тоже есть графики, где наложена динамика биткоина, скажем, серебра при походе на 50, и что было потом. Ну, просто, вот, говорю, продавать кому? И биткоин, значит, такая проблема, что вы не сразу можете перевести его в кэш. Оказывается, не так просто. Поэтому, а, еще на самом пике мани появляются всякие финансовые инновации. Связанные с новой прорывной технологией, которая перевернет весь мир. Ну, и самых очевидных финансовых инноваций, это, разумеется, начало торговли фьючерсами. И еще такая фишка, сейчас вот тоже пишут и обсуждают, и серьезно, особенно некоторые особо одаренные банкиры, вроде главы Сбера, обсуждают всячески финтех, наверное, слышали, да? Ну, если убрать тех братушек, которые еще выжили с того времени, которые занимаются микрофинансированием, да, ну, шарковым, так называемым, которые запрещены в цивилизованных странах, то финтех, финтех среди, скажем так, ярчайшим представителям, как нам говорят, является Тинькофф банк, да? Я его называю Лохов банк, ну, ладно. На самом деле, если вот отбросить всю эту шулупонию и бред, то Тинькофф никакой не новый банк, ничего там нового нет. Там стандартная фишка, как у всех банков, все это хорошо работает, пока вы берете по 10, а даете по 30. Все нормально работает, вы можете спокойно раздавать деньги кому угодно, лишь бы у вас, грубо говоря, не было процента дефолтов больше 20. Вот такой же финтех, так называемый, или Тинькофф номер один, это был что? Русский стандарт. Эффективная ставка там, если не ошибаюсь, была в районе 70, люди пишут там, что у Тинькоффа аналитики тоже в районе 60. Ну, русский стандарт лег, потому что у них процент дефолтов превысил 50%. Все, он лег. Поэтому все эти новые технологии, в том числе блокчейн, ну, сможет быть, может быть, они вам уменьшат расходы там на 1-2%. Ну, еще раз, если вы не можете взять по 10 и дать по 30, ну, вам ничего не поможет. Просто тупо. Вот, поэтому все эти технологии, конечно, замечательно, это прекрасно, но это не есть светлое будущее, которое мы вот так все ждем. Правда, у всех оно разное в зависимости от вероисповедования. У кого-то там 600 тысяч летать над выжженной землей, у кого-то девственницы в раю, у кого-то еще что-то, хотя бог один у всех, да? Ну, ладно, у странностей. Может быть, ошибки перевода, так называют. А вот еще один, давайте просто вам хотел показать два графика, да? Чтобы вы оценили всю прелесть мироздания. А, черт, а я же очки взял. Я сегодня запасливый. Итак, Мазила. Спасибо товарищам из Перми, которые указали мне на новую функцию на сайте forex.pf. Так что, кстати, с щиткой мог уже развернуться. Если не развернулся, он не развернулся, то одно подразделение. Сейчас четвертое будет, потом глубокое, потом пятое, последнее. Если у вас есть желание, в него, конечно, инвестировать. Вот он, щиткой, сейчас мы его здесь оставим. А, потом, да, ведь щиткой же это что такое? Это же, то есть, когда вот читаешь, ну, знаете, есть такие выживальщики, да, целая секта. Особенно в Пинде, они так хорошо копались. Значит, выживальщики, они отличались тем, что они скупали золото. Они не верили фиат деньгам, правительству скупали золото. Значит, теперь эти выживальщики, ну, разумеется, строили бункеры, там, запасы продовольствия. То есть, серьезно готовились к кармагеддону. Очень серьезно. Я не шучу, они серьезные люди. Там, одежду заказывали, пуля непробиваемого, и того подобное. И в последнее время, буквально в последний месяц у них началась новая мания. Это золото, это все пережитки прошлого, биткоины. Значит, будущее, свои сбережения, они переводят в биткоины. То есть, вот лично мне об этом говорят, что люди просто идиоты. Потому что только что случилось в Пуэрто-Рико. Ураган прошел, да? Лепиздричества нет, ничего нет. Все, у кого биткоины, все, у кого карточки, сосут одно место. Все, у кого кэш на руках и золото, прекрасно себя чувствуют. И вот после этого эти, значит, люди решили поверить биткоину. Но если вы скажете, скажем, расскажете об анонимности биткоина агентам АРС, они посмеются, показывают практику. О безопасности ваших кошельков, ну, вот только что накрылась корейская биржа. Потому что ее взломали и украли там огромное количество биткоина. Так что еще раз, это вот, почитайте проекторы социономику, там все это описано. Не биткоин, а просто вот все стадии мании. Как ведет себя общество, как ведут все инвесторы, как ведут себя правительство. Ой, это один в один. Ладно, мы пойдем на большой график, на дневной. Даже на недельный, нет, недельный не хорошо. Нормально. А теперь мы пойдем на страничку великого Тима Вуда. Черт, у меня забито, по-моему, это Сайклзмен. Я вам покажу точно такой же график. Ну, ага, правильно все сделал. Сейчас главное не забыть свой пароль. По-моему, не помню. Сейчас узнаем. Мейл.ру на старая почта. Сейчас. Русский там какой-нибудь? Русский. Да, правильно. Все, нужно так. О, супер. Сколько их этих Елены в мире? Так. Нет, не сабскрай нам сюда. Вот сюда. По-моему, в ноябрьском было. Подписан еще? Я на него уже лет с 2001 год подписан. Нет. Нет, это стоит подождать, посмотреть на эти графики. Значит, в декабрьском. Да что за... А это платный сайт или бесплатный? Ну, 20, по-моему, 9 долларов в месяц. Платный. Слушайте, это надо видеть было. Ну, ладно. Черт. Сейчас. Нет, это надо видеть. Сейчас найду. В октябрьском навряд ли. А, вот здесь, по-моему. Да. Так, это мы уже ушли, а в золото ушли. Нет, а на Мессинге. Дау-Джонс нужен. Черт. Ну, короче, у него был вот такой график, только сжатый. Вот если вы налог, грубо говоря, что я хотел вам показать, что если вы возьмете Дау-Джонс, только с момента его основания, индекс, и по шкале временной сожмете, он будет точно такой же. И там мания, и здесь мания. А чтобы вы понимали, что четверка предыдущей размерности была в районе 5 тысяч. Удлиненная пятая, удлиненная пятая всегда возвращается в четверку предыдущей размерности. То есть первая цель у биткоина, если мы сейчас развернулись, либо развернемся через один пик, она будет в районе 5 тысяч. Это будет первая волна. Это будет всего лишь первая волна. Ну, серебро тоже, серебро сделало, первый ретрейс был 68%. Так что, ну, по Дау-Джонс тоже, вот, четверочка предыдущей размерности, вот здесь. Вот последний импульс. Так что, нам скоро будет очень-очень весело. По-позже? Чуть-чуть попозже, потому что по рублю мы говорили, что все будет спокойно, тихо какое-то время. Будет тишина продолжается, и по рублю мы еще, на мой взгляд, ну, скорее всего, да. Должны 56-57, этот сакральный интервал, пощупать, колено вставательный. И на этом, может даже и пробьем, но на этом все закончится. До какого времени? До марта начать? Без понятия. Я думаю, что в месяц, может быть, в течение месяца полутора мы будем делать движение вниз. Ну, на графике, то есть рубль будет укрепляться. 62 отменяется, по-прежнему? Нет. Ну как, сначала мы пойдем туда, вниз, а потом на 62. Вот, поэтому скоро вся эта тишина закончится. Ну, что у нас происходит в стране? Тут в прошлый раз меня упрекнули, что я что-то как-то про выборы промолчал. А что, какие выборы, я не понял. Не, ну, понимаете, у нас же теперь эти, не пламудисты, а как их методологи сидят, да, в администрации. Там у нас киндер-сюрприз. Автор, помните, был такой супер-хит, дефолт 98. Ну, вот, теперь у нее новый хит «Дом 3», как сказала Ксюша Собчак. Выборы, выбора. Ну, им явка нужна, понимаете, потому что результаты они нарисуют спокойно. Когда там в 2011 году зимой «Единая Россия» набрала где-то 24-25 процентов, ну, тогда, когда Чуров был волшебником, да, помните, и рокировочка произошла. Они-то знали, сколько она набрала, нарисовали 49. Ну, потому что вся эта статистика тогда разбиралась, даже результаты статистического анализа данных голосований с избирательных участков были опубликованы в британских физических журналах. Ну, типа, не поржать, а вот просто, как все это работает, было показано. Ну, ребята сменили Чурова на Панфилову, типа, теперь это все будет легитимно, красиво, и Камар носу не поточит, как любит говорить наш лидер. Но Камар, сука, опять нос подточил, понимаете. Опять, они же припубликовали результаты, да, люди сделали тот же самый статистический анализ, получили те же самые данные. «Единая Россия» набрала 25-26 процентов. Явка была два раза ниже заявленной. Там стоит машинка суркового тюринга, поэтому с этим ничего не сделаешь. Явку нарисовать тяжело, поэтому и было издано распоряжение 70-70. Ну, 70 процентов легко нарисовать, да, а вот явку тяжело. Поэтому я считаю, что они бросились выполнять распоряжение 70 процентов явки, но как-то вот Ксюша 70 процентов явки не даст. Ну, как-то она не вызывает. Вот этот генмусор, он, кроме отрицательных эмоций, вот с кем не погрешил, не вызывает. Ну, тут же, по-моему, до них что-то стало доходить, поэтому сейчас еще Лихаинку Наваллера, наверное, разрешат ему избираться. Явлинского привлекут, там еще дофига кандидатов уже есть. Но мне вот лично больше нравится кандидат, как она, Беркова, да? Да. Слушайте, если эти люди могут управлять страной, она тем более... Ну, а что, и с Трампом она язык общий быстро найдет, поэтому, в чем проблема-то? Да, да, да. Ну, просто, ну, приятно иметь красивого президента, понимаете? Ну, столько лет ждали. Ну, какая раят, ну, слушайте, ну, политика-то грязная делка нам говорила. Вот, поэтому я не думаю, что у них будет высокая явка, чтобы они не делали. Поэтому нарисовать явку, чисто технически, очень тяжело. Очень тяжело. Исказить результаты, да, явку там в два раза не натянешь. Степан Геннадьевич, а если явка, допустим, 10% будет? А все равно все признано. А все признано? Нет, почему? Выборы признают состоявшиеся согласно законодательству. Все нормально, все легитимно, с их точки зрения. Любое. Дело в том, что главному, скажем так, западным партнерам на это глубоко насрать. И на суток наскачет? Какая здесь будет явка, какая легитимность? Ребята уже нелегитимные, и все. Им пофигу. Сейчас вот санкции очередные будут. Да. Ну, они заказали исследование у экономистов. Конгресс заказал исследование на предмет того, если ввести санкции против УФЗ, как сильно и насколько негативным будет влияние на мировые финансовые рынки. Но я думаю, что исследование показало, что с таким объемом рынка никто не заметил. Вот. Ну, Набиольна, конечно, сказала, что спокойно, у нас все готово. Мы будем выкупать. Ну, выкупать-то ты и так выкупаешь, да? А дело в том, что с печатного станка печатать доллары нет. Поэтому они могут поддержать ставки на уровне, выкупая УФЗ, которые будут сбрасывать. Ну, отток капитала же это не остановит. Ну, следовательно, так, если фантазировать, ну, не фантазировать, а прогнозировать, извините. На уровне 100, наверное, ничего не будет. На уровне 120 ей позвонят и скажут, что ж ты, старая карга, делаешь? И все будет как обычно. Она задирает ставку и... Продавливает рынок дальше. А я могу... Вы прочитайте, как Эйнштейн определял, кто такие идиоты. Люди, которые делают одно и то же, каждый раз надеясь на другой исход. Ну, они другого не знают, понимаете? Ну, как Центробанк... Причем, они не только к ней относятся. Ну, как вот современный Центробанк, там, какой-нибудь периферийной страны, да любой даже, даже не периферийной, защищает собственную валюту. Ставки поднимает. А у ФЗ вот все продают. Чем они отдавать собираются? А там их немного. Напечатают. У ФЗ-то они же в рублях. Как вот Роснефть сейчас финансируются долги... Неужели это выгодно, если доллар вверх пойдет? Нет, поздите, подождите. Давайте мы разберемся вот с вопросом, что их сейчас все скупают, а неужели это выгодно. Сейчас у ФЗ-то доходность сколько? Шесть-семь процентов, да? Может восемь. Рубль стабильный. Даже имеет тенденцию к укреплению. Доллары вы можете взять по два-два с половиной годовых. Чего не купить-то? Где вы еще такую доходность найдете? Тем более на санкции уже все забили. Российская экономика адаптировалась к санкциям. Сейчас у нас начнется новый кредитный цикл в условиях низкой инфляции. И все прекрасно. На всех рынках тоже мирородных все прекрасно. Медведи вздыхают один за другим. Там Гартман уже, по-моему, все деньги просрал. Есть такой был крупный управляющий. В этом году на моей памяти уже СНП шартил четыре раза. Очень удачно. Все, медведей больше нет. Только рост. Все считают, что будет только рост. А тут у вас, извините меня, дельта 4-5 процентов. Халявно вообще. Так а что за деньги-то заходят? В декабре у нас рубль глютчал. Ну вот если, допустим, запретят... Не, ну посмотрите на индекс УФЗ. Он растет, растет. Либо стоит на месте, либо растет. Доходность идет. Чего не купить-то? Если запретят, допустим, покупать, тогда... Этот рынок уже дисконтировал. Не, ну конечно, послушайте. Пока, значит, сначала будет доклад. Потом будут дебаты и прения. Хотя Конгресс-то не место для дискуссии. Но там будут дебаты и прения. Потом будет вынесено решение. Госдеп, поскольку Госдеп отвечает за санкции Минфин США. Будет вынесено решение. Пройдет месяц-полтора. Вот вы задаете вопросы, которые, ну... Когда у вас мания, да, денег до хрена, не имеет смысла создавать. Ведь смотрите. Те же инвесторы, да, они знают, что санкции будут. Черт с ним с УФЗ, не обязательно УФЗ, но бейцы открутят. Да, вот сейчас у первой, как ее? Первая... Ну самая большая у нас перевозчик-груза, перегруза-перевозчик. Какая-то первая транспортная компания, как она называется? Первая грузовая. Первая грузовая. Здесь вагонов нет. Они купили бы у Урала вагонзавода вагоны, а срутся, под санкции тут же попадут, потому что он уже в санкционном списке. И так везде, по всей экономике. Роснефть ушла из Крыма, да, на уникальный случай, когда на пять лет заморозили действие лицензии на разведку и добычу на шельфе. Никто не хочет с ними связываться, и оборудование для разведки и добычи на шельфе им не предоставляет. В том числе и китайские товарищи. К нам пели, что китайские товарищи с радостью заменят нам западных партнеров. Мы очень дебилы, что они посмотрели на свой торговый баланс с Евросоюзом в США и с Россией. Ну это же несравнимая вещь. И потом зачем, еще раз, идиоту, который роет себе яму, помогать? Пусть поглубже зароет, больше отдаст, чтобы туда выбраться. И все. Об этом же инвесторы тоже знают. И инвесторы не дураки, как нам рассказывают на бизнес-сфм. Они все это прекрасно видят. Однако никаких действий они не предпринимают. Мания, доходности высокие. Все будет хорошо. А какой дебил Амазон будет покупать? Копание убыточно, да? На таких ценниках, кто будет покупать Амазон? Какой дебил? Какой дебил будет покупать Теслу, когда на каждой машине теряет по 35 тысяч долларов? Покупают же. Покупают. Мания. Вы говорите о виртуальном секторе, а он уже давно оторван от реальной экономики. Это все виртуальные игры. В большом счете. Деньги есть, нужна доходность. Потому что если мы что-нибудь не купим, мы не заработаем денег в этот квартал, клиенты от нас уйдут. Все. Все боятся не просрать деньги, потому что клиентам можно объяснить в очерном письме, что рыночные условия так сложились. И все. А если вы сидите на деньгах и не зарабатываете деньги, клиент вас спрашивает, что он тот хищ фон заработал, этот заработал, а ты что не заработал. Заберут деньги. Называется гонка за доходностью. Стандартная фишка. Поэтому не пытайтесь еще раз применять к этому здравый смысл. Он на рынке не работает. На ликвидных рынках он давно же не работает. Вот. Ну а что, банковская система у нас... Сволость гаврилов, а? Один аналитик положил всю банковскую систему. Ну, понимаете, да, насколько у нас все стабильно в стране? Ну, это еще по-божески. То есть, ну, это уже, понимаете, театр абсурдно. А попробовал колбаску Сечина? Нет, просто забавно было, как на Сечина сливали компромат в BBC, то, что он уже свидетельствовал потом на Феоктистова. То есть, там сейчас такая грызня идет за уменьшающийся пирожок. Друг друга поедят скоро. Вот. Поэтому еще раз, ну, выборы тему осветил, да, там освещать нечем. Он все понятным. Ну, а кто? У вас есть сомнения? Ну, в крайнем случае, медведь. Слушайте, он может, по-моему, если не ошибаюсь, чуть ли там, когда-когда последние заявки подаются? За три месяца начала, по-моему, за месяц, да, если надо посмотреть законодательство. Он может возникнуть, там, знаете, состояние здоровья, что-то еще такое. Путин, как самого движения, хочет идти? А вы что, не подпишите бумажки за Путин? Я подпишу. Я подпишу. Чем быстрее, тем лучше. Нет, просто, давайте, ну, я в этом серьезно уже говорить не могу, понимаете. Ну, это уже, ну, вот, я конференцию, пресс-конференцию, да, посмотрел Путину. Нет, я дома посмотрел чуть-чуть, а в основном я в машине слушал по бизнес-фм, там же все это крутили. Вот, скажу вам честно, без обиды, товарищ Путин, у меня вопрос один был. Вот это вот что такое у него? Это митингментозный делирий или деменция все-таки? Потому что, вот, вы же вроде претендуете на статус сверхдержавы, да, второй, ну, Америка и Россия. Где сверхдержавы? Хотя он уже от этого статуса отказался, прошлой осенью сказал, что такого нет, но все равно. Ну, я не знаю, вы понимаете, думаете, посмотрите, там, например, даже, ну, что, какие вопросы обсуждает Трамп, да, на своих, там, общениях с прессы, там, по частку жаляться. Ну, да, ну, сверхдержавы, там, обсуждают, какую-то, ну, замочить, что сделать, там, какую налоговую реформу провести и тому подобное. А тут, там, кому-то толчок починить, еще что-то, еще что-то, какого-то фермера посадили за что-то, надо на контроле подержать. Епта-президент страны сверхдержавы, да, у которого ядерный чемоданчик стоит. Мужик из РФ, на дорогах, приеду. Да, ну, ладно, не будем о грустном. Так, чего нам ждать в следующем замечательном году? Чего в этом ждать сначала? А чего он закончился, спокойно закончится, ничего, эксцессов не будет. Не успеют все. Ну, хотя нам обещали, что все рухнет, одни аналитики обещали в октябре, ноябре, вторые профессора обещали, что в январе-декабре американцы обвалят рубль. Ну, как-то пока декабрь прошел, не обвалили, в январе, я думаю, тоже не обвалят. С нефтью все хорошо. Да, да, ну, с нефтью только вот есть один вопрос. Ну, бандерлоги. С нефтью есть один вопрос. Что она дочерчивает? Ладно, сейчас папа поваришь, большую фразу сделаем. Так, а здесь большую кранку, вот она. А что за новую функцию? А вот здесь вот она. То есть там, во-первых, биткоин появился, а во-вторых, можно всю историю смотреть. Та юб, ну что такое? Я не буду какой-то еще. Нет, не буду же рассказал про брукера, про биткоин. Значит, здесь вопрос следующего характера. Вот мы сделали A, вот мы сделали треугольник B, вот из него вышли. Вот сделали 1, 2, 3, и вот она пошла. Вот последний, значит, у нас, если посмотреть на вот эти вот подразделения, здесь, возможно, две ситуации. Что вот эта вот четверка, и мы пошли чертить клин. Да, мы сделали A, B, сейчас сделаем C, D, E. У нее цели стоят 61, 62 у Лайта. Вопрос в том, сделаем ли мы этой цели. Я думаю, что и сделаем. Второй вариант, что четверка еще не завершена, и мы чертим треугольник A, B, C, D, E. Либо A, A, B, C, D, E. И потом импульс наверх, последний 61, 62, и разворот вниз. Глобально, если... Ну, то есть, грубо говоря, это такое, знаете, извините, дамы, суходрочка, да, в смысле, какая за картинок сыграется. Главное, что можно вынести, это то, что верх еще не поставлен, он будет поставлен, наверное, в ближайший месяц. Если не недели. По нефти. И потом мы пойдем уже на низы. Дальше возникает вопрос, который там уже стоит, наверное, несколько месяцев, либо кварталов. Вот это движение A, B, C, это вся четверка, да, вот это вот. Или это всего лишь первая волна в треугольнике, да. Вот мы, вот это вот вся четвертая волна и вниз, либо мы будем чертить A, B, C, D, E. То есть, здесь разница может быть 2-3 квартала чисто формальна, при линии того, что вот нефть так резко пошла на цели 12, а потом 9. Ну, об этом пока рано говорить, на мой взгляд. Сейчас должны завершить это движение, а потом будет хороший сладкий шорт по нефти. Как минимум до 40, то есть 20 можно будет собрать, если в акциях сыграть, в кутах сыграть. То же самое по паре евро-долларов. Куда? Да не, не, ну мы сейчас должны 10-162 сделать, потом пойти вниз, первая цель будет 40. Ну, первая цель будет зависеть? Ну, хрена узнай, ну не я, я со временем забил, у меня стоит такая чертилка, которая показывает, куда он идет вверх-вниз. Евро-доллар? Евро-доллар тоже ситуация, в общем, на мой взгляд, я здесь с проектором немножко не согласен, хотя он чертит, потому что там есть такая возможность, что это была трешка. Сейчас. 1,21, 21,5, при условии, что, вот я считаю, что мы здесь чертим треугольник, да, мы сделали A, мы сделали B, C, D, E, и будем выходить 21, с половиной 22 цели стоят. Проектор, слушайте, ну сами посчитайте, ну максимум, что мы можем здесь болтаться еще месяц, да, дочертивать максимум. 1,21? Нет, вот здесь, вот в этой коррекции. Ну просто по времени посчитайте, линии тренда проведите, я на время больше не смотрю, просто, ну, не помогает торговать, у тебя прогнозы надоело делать, мне интересно стало. Вот. Ну, скажи, я, если так вот, положа руку на причинное место, то, ну, я не знаю, там, в течение первого квартала мы покажем новый максимум по евро и пойдем вниз. Проектор еще показывает разметку, где вот эта вот пятая волна. То есть вот это вот движение вниз, это клин, он его размечает как клин, это первая волна, сейчас идет глубокая коррекция, один, два, три, вторая волна, и так далее. Еще одна разметка у него есть, что вот это тоже клин, вот эта вот вторая волна закончилась, это мы сделали первую, сейчас вторая, третья, то и подобное. Но он все-таки тут еще рисует тоже, есть вариант, что это три. В любом случае, это все разрешится в течение месяца. Ну вот, может быть, нет, вот что мы делаем, и вот я считаю, что мы чертим треугольник A, B, C, либо здесь закончится, либо вот D, E. По доллару, по индексу доллару картинка просто аналогичная, там тоже. Еще можно 1,16 уйти? Может, нет, 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 если она пробьет 1,16, мы пошли вниз, пошла третья волна. Все. Вот от этих значений? Ну да, если мы не выносим вверх, да, и пробьем 1,16, пошла третья волна, это была первая клин, вторая, третья, и вся вот эта вот катавасия закончилась, завершилась, вот эта вот большая коррекция A, B, C, и мы пошли чертить зигзаг с первой целью 0,87. Дальше 0,65 по евро. Это после 1,22? Я не знаю, вот еще раз, я вот говорю, моя предпочитаемая разволновка стоит в том, что вверх мы еще не сделали в этой коррекции, это была третья. Сейчас мы чертим треугольник, выходим наверх, показываем как минимум 21,5-22, и только потом сваливаемся вниз. Но проектор указывает, что есть еще один вариант, что вот здесь закончилась пятая волна, то есть вся вот эта коррекция завершена, вот эта вот A, B, C, она вся завершена. Мы сделали клин, сейчас чертим первая волна, сейчас чертим вторую, потом будет третья, и мы пошли чертить еще один зигзаг с первыми целями 0,87. Но я придерживаюсь изволновки, что вот это мы чертим треугольник, все, предстоит выход наверх. Потому что по индексу доллара там тоже можно извратиться, но там вообще все очень красиво. Вот, мы сейчас чертим четвертую волну тоже, A, B, C, значит, мы сделали A, мы делаем B, C, D, E, треугольник, и уходим вниз, и потом наверх. Значит, если это будет так, то в ближайшие там, я не знаю, месяц-два мы снова будем слышать разговоры о смерти доллара, и... Ну, то есть пипец Америки, смерть доллара. Причины там фундаментальные найдите сами, я не знаю, в интернете. Их всегда много. Нет, поднятие ставки должно поддержать доллар. Ну, а тут вот... А, ну, обрушил облигационный рынок США, поэтому деньги побежали из американских... А что-то из акций не побежали? Не, ну, коряво, коряво, коряво. Пока коряво. А? Иена туда на 35-30. Сейчас вторую волну завершим. Лип завершили. А что? А хрен знает, я не смотрел, Ену сейчас посмотрю. Я ее не смотрел. Вот, поэтому... Второй вариант, опять же, что мы здесь сделали клин, первая волна, здесь закончилась пятая волна, то есть мы закончили вот эту вот коррекцию по доллару ABC, нерегулярная плоская коррекция, это была четвертая волна, и мы начали чертить пятую волну. Что? Вот эту дырку-то? Ага. Ну, не проторговали. А на обратном пути проторгуем через 2-3 года, не проблема. Нет, и что-то придется делать со своим долгом, придется врубать снова печатный станок, но это будет уже после великого схлопывания. Ну, по S&P мы сколько лет ждали, чтобы закрыть там гэп на тысячу... Сколько там был? Тысяча стопов, гэп был? Ну, сколько же? Нас дойдет? Нет. 3-7-со? Нет, мы долго... Нет, что? Какой-то 3-7-со? Вы что? 2-7-со? 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 Сейчас Пау. Кто-то вместо Елен приходит, тоже еще один иллюминат. Все он скажет, что старушка глубоко ошибалась по жизни. Все, мы врубаем печатный станок. Слушайте, сейчас там Китай лоханется, придется врубать печатный станок. Сейчас же все центральные банкиры, в том числе Банк Международных расчетов, Центробанк, всех центробанков, как говорят, они задались вопросом, у них очередной канандрам, понимаешь. Помните, у Гринспена был канандрам? Ну, он ставки понижал, а дальний конец падал доходности. У него канандрам. У них тоже канандрам, понимаешь. ФРС ставки поднимает, ликвидность все больше, больше, больше. То есть ЕЦБ не существует, Банк Китая не существует и Банк Японии не существует. А то, что в современном мире, современными технологиями, финансовыми, абсолютно пофигу, кто где печатает деньги, они тут же везде распространяются. Это до них как-то не доходит. Поэтому то, что ФРС поднимает ставки, ну, сами подумали, ну, что такую ставку они поднимают на 0,25, на 0,5. Когда у тебя, вон, бесплатные деньги в иенах, бесплатные практически деньги в евро. Какая разница, что ты поднял ставку. Ты же ликвидность еще не убираешь, только начал убирать. Действия ЕЦБ и Банка Японии, того же Центробанка Китая, они с лихвой восполняют ту же тяжелую кроху ликвидности, которая убирает с рынка ФРС. Поэтому никакого конодрамы здесь нет. Просто не жопой думать, а головой. Вот и все. Поэтому еще раз я думаю, склоняюсь к тому, что с большой долей вероятности нам предстоит очередной акт Моррелизонского балета «Смерть в доллар». Закроем мы 0,87 не думаю. Я вообще поддерживаюсь того мнения, что вот здесь, возможно, были низы 4-летнего цикла. В крайнем случае, они будут в ближайший квартал. Потому что он выглядит так вот... Ну, некошерно, понимаете, вот еще выглядит в Иллиоте такое понятие формы, да? Ну, вот некошерно выглядит, что вот эта штука была завершенным импульсом. Потому что вот нужно еще что-то четверочку начертить и еще вниз провалиться, и все будет хорошо. Поэтому доллар пока, на мой взгляд, покупать рано. Ну, по рублю, вот, на большом графике. По отношению к евро все выглядит достаточно хорошо и красиво. С вами, по-моему, в прошлый и позапрошлый раз об этом и говорили. На мой взгляд, мы исчертим треугольник ABC. Сейчас мы уйдем D, E, E, S, плюс 60 туда, как минимум. Какая у нас сейчас цель будет 60? Ну, на 80, наверное, уйдем. Это будет... Ну, в марте, да? Да. Это будет соответствовать... Сейчас по S&P посмотрим. Это будет, скорее всего, соответствовать низу годового цикла, который уже затянулся по S&P. Вот, это рубль, да? То есть, мы здесь, скорее всего, чертим такой двойной зигзаг, да, вот здесь вот. Вот мы сделали один зигзаг, здесь треугольничек, мы сделали A. Сейчас мы делаем B, который, на мой взгляд, принимает форму треугольника. Значит, потом будет быстрый заход вниз и разворот. Скорее всего, это вот будет соответствовать выходу нефти наверх из-за треугольника. Вот так вот все это как-то синхронизируется. Выборы, динамики вот этой вот херовины и, прошу прощения, отношений вообще никого не имеют. Начнут шеврять. Да чего начнут шеврять? Понимаете, наша финансовая система, наши финансовые резервы, их на карте финансового мира не видно. Они меньше размера пикселя. Начнут, если сейчас начнется обвал на международных рынках, я имею в виду, облигационном рынке, этих развивающих рынков, и высокая яйджанка, нас закатают в пол. Но Биулина что сделает, она поднимет ставки. Это вот гадалки не ходи. Потому что, еще раз, турки это делали, все это делали. Из последних это турки. Да, они защищали лиру, свою турецкую. Ну, как-то плохо они защищали. Она тоже, ну, не получилось. А тоже ставки задрали. Ну, что, получили резкое замедление экономического роста. Молодцы. На Биулина вообще у нас экономику убила, нахрен, с этими ставками. Это, кстати, он вам говорит о качестве наших экономистов. Там же у нас все экономические звезды хлопали ладоши, а этот клоун Алексашенко аж кричал, что слишком поздно и слишком мало она подняла. У нас вообще по уникальной стране, вот я вам скажу честное слово. Вот у нас был такой Дубинин, да, папаша дефолта. У него была шестерка, бегала Алексашенко. Значит, вместо того, чтобы жить в забвении и быть покрытыми дерьмом до конца жизни за такие игрушки, да, один сидит на борде ВТБ, Дубинин, а второй считается каким-то крутым экономистом, который что-то там слушает, еще в Штаты ездит, там какие-то лекции читает. Это только у нас в стране. Даже Гринспен, который при жизни, но он еще жив, правда, именно когда он был главным банкиром, если вы вспомните, он даже, по-моему, на обложку «Таймс» попал как самый влиятельный человек мира, вообще бог и небожитель Гринспен. Но как-то после кризиса, ну, даже, мол, как-то вот, не то, что его имя в Суе не упоминают, ну, так, морщится. Ну, это в цивилизованных странах, скажем так. Ну, обосрался, извините. А у нас не, обосрался, молодец. Дефолт устроил, посиди послом, на тебе атом. Ну, ладно. Это все потому, что у нас нет незаменимых людей. Кадры. Кадры решают все. Либо их отсутствие, тоже. Ладно, а к вопросу оптических. Вот поэтому, я говорю, я вот забился, снова в тотализатор, что Набиулина поднимет ставки. А то какие значения, вы думаете, она поднимет? Я думаю, что мы их увидим между 20 и 30. Молочу. А то есть, извините, когда я в 14-м году и сказал, что, ребята, ставки скоро будут между 15 и 20, вот мне все крутили это самое, ну и что? Ну, она же это сделала там, ну и за ночь. Как же ипотечники, которые мне сейчас верят? Слушайте, выборы прошли, прошли. Как там? Все, перерыв отчаянный, чайный перерыв окончен, головами вниз. Не знаете, как будет? Ай, всему вас ввести. Ну, мужик умер, короче, попадает наверх. Ну, Архангель Михаил говорит, да я не знаю, что с тобой делать. У тебя вроде... Списочек-то такой, и туда, и сюда. Ну, ладно, сходи, на экскурсию сам выберешь. Ну, пошел, мужик, в рай на экскурсию. Все чистенько, чинно, скучно. Да нельзя. Приходит на экскурсию в ад. Смотрят, значит, стоят мужики, правда, по пояс говни, пьют эспрессо, коньячок, сигары курят, бабы голые бегают. Подумал, о, вот куда мне нужно. Все, записался в ад, приходит в ад, черт стоит. Так, все, чайный перерыв закончен, головами вниз. Так у нас выборы прошли, головами вниз. Выборы губернаторов у нас прошли, ну, там, до выборы, не до выборы. Что случилось? Сразу стали резать бюджеты в регионах. Так и здесь. Президенты выбрали, ну, все, ребята, денег нет, держитесь. Они все просрали. У нас в этом, в фондах, резервный фонд, там я все время путаю, два фонда. Один кончился, хотя нам обещали, что тот же Алексашенко, кстати, что он кончится аж в 19-м году. А из второго, неразворованным, осталось 4 триллиона рублей. Все. Извините, не разворованным, а не аллокированным на инфраструктурные проекты. 4 триллиона рублей. Это они прожрут там, я не знаю, за полгода. Ну и все. Вот, Геннадьевич, а как же с ипотекой? Пересчитают? Новую или... Слушайте, вы меня спрашиваете? А кого? Вот есть Минфин, есть ЦИБО, правительство, напишите туда, спросите, а вот что будет с ипотекой? А вы свой договор ипотечный посчитаете, там наверняка что-то привязано к МОС Прайму? Ну, нельзя же так все буквально поднимать, да? Договор, почитайте, если там что-то привязано к МОС Прайму, ну, извиняйте. Но в прошлый раз поднималась разница по ипотеке? Нет. Ну, нет, 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 она, насколько я знаю, не поднималась, но там еще, надо, короче, считать, что если привязаны к МОС Прайму, там есть какие условия, при каком, там МОС Прайм, плюс что-то обычно, там, 5 или 6 процентов, в принципе, мол, и есть ограничения, при каком условии это начинает действовать, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ну, еще раз, ну, подниму, ну, что делать? Ну, что долар-рубль? Что долар-рубль? У меня цели старые, они не меняются, 95 и 127. Поэтому... Тогда очень больше, чем два? Нет, нет, я думаю, что нет. Недели через две мы будем сидеть чуть ниже на графике, чем сейчас. Я думаю, что в течение года. еще раз, вот мы всегда, вот я всегда говорил, что прежде, чем вы видите сладкие цели, нам нужно еще сделать один рог вниз. Вот его нет, а на графике его нет. Но, исходя из логики и вот красоты картины, он должен быть. Вот, пусть только он случится, ну уж, не в защите. Никто не видел свои платежки за квартиру в последнее время? Ну, посмотрите. Я немножко в осадок был вообще. Особенно за газ. При том, что у нас инфляция 3, сколько, и 0,5%? Потому что ты ничего не покупаешь. А? Прекорды низко. Прекорды низко. Чего они считают? Лангерс. А тут же не видели, ой, как тут Росстат опустили. Ой, как обычно. Вот есть такой профессор Симчера, да? Слышал, наверное, говорил, называл им. Почитайте, найдите его работы. А как Симчера? Симчера. Профессор Симчера, я не знаю, жив он еще или нет. Ну, два года жив, да? Вот у него есть несколько работ, статей, таких. Даже не полемических, а где он описывает, что такое Росстат и какова стоимость статистики Росстата. Ну, то есть там, типа, искажения в 10 раз, да? Плационального дохода, там. Ну, как ты, ну, считаешь, думаешь, ну, 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 в два раза, ну, не в 10. А тут, значит, проводили перепись сельхозземель. Да. Оказывается, что у нас используемый сельхозземель чуть ли не в два раза меньше, чем считает Росстат, со всеми вытекающими. То есть, все они там считают, ну, богу известно. Ну, инфляцию считают. Чипы, чипы. Я сейчас своего вводил, взяли у меня эти самые, я паспорт не нашел. Нет, сейчас чиповать будут, сейчас чиповать будут. Мне сказали, что вот, мы вам там новую карту оформляем медицинскую, пожалуйста, ваши права либо паспорт, все, вот будем чипы. Деревья переписывать? Да, деревья, наверное. А снегирей? Хохлы остался, без десерта, Ну, ничего, бурятинки подгонят. Скоро, это чувствую. Так, SMP, вот к чему мы идем? К SMP. Что по SMP? По SMP мы малость росли, 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 доросли, но слишком долго продолжается этот замечательный рост. Ну, вот, грубо говоря, грубо говоря, вот, мы сейчас заканчиваем третью волну в SMP. Вот, третья в пятой. Сейчас будет четверка. Значит, по SMP до середины февраля длится окно низов годового цикла. то есть, он уже вообще, он настолько растянулся влево, вправо, да, вправо, что уже даже неприлично становится. Поэтому, значит, где-то здесь у нас должна начаться коррекция. То есть, мы завершим третью волну, начнется коррекция, четвертая волна. В районе 2500? Сейчас посмотрим. Да, где-то 2500, вот, четверка предыдущей разниры. Начнется коррекция. Под эту коррекцию вполне возможно, что рубль чуть подскочит, евро к рублю подскочит, может подскочить какой-нибудь туда 75-80. Нефть должна завершить свое движение, начнет падать. Вот. Соответственно, доллар тоже начнет расти. Когда начнется этой коррекции, черт его знает. потому что уже все мыслимые, немыслимые сроки практически вот-вот подходят. Она не будет глубокой. То есть, я говорю, процентов 5, может быть, 10 мы сделаем. Но она будет достаточно страшной с точки зрения настроения инвесторов. Потому что вы не поверите, но вот на этой смешной коррекции, да, ну, по масштабам, по процентному отношению это ничего серьезного не было. Про которую говорили в октябре? Нет. Вот эта вот коррекция, которая была у нас в прошлом году. Откуда? 16-го. Да, вот, которую все ждем и ждем и ждем. А она деньги печатает. В 16-м году, да, вот сейчас по памяти скажу, вот, так, цифры приблизительно плюс-минус 2 процента. Другая, с 80-90, с 89-ти процентов быков вот здесь, мы свалились сюда, не поверите, здесь было 7 процентов быков. Примерно столько же, чуть меньше, 5 процентов, да, было на низах 2009-го года. Но тогда, извините, все бегали с полными штанами, потому что падение было там за 50 процентов. Многие люди все потеряли. И, то есть, все там, конец, конец света, все пипец. Но здесь-то что, вообще практически никто не заметил. Ну, скорректировались, да, насколько изменились настроения. Поэтому здесь то же самое, коррекция в 5-10 процентов, она, я полагаю, приведет к очень существенному, причем, такого мощному, кратковременному изменению настроения инвесторов. Это приведет к тому, что, хотя ничего особенного не случается, да, все обосрутся настолько, что начнут скидывать вообще все высокорискованные активы, которые только есть. Не потому, что там какие-то жуткие потери, а потому, что все, конец света наступил, все, пипец. Вот как здесь. Соответственно, укатают в пол джанг, да, ну и, соответственно, наши родные ОФЗ с корпоратами. Только на четверг, из-за этого. Да. Как получается, она не раньше, чем через месяц начнется? Ну, я думаю, что да. Нет, нет, страх начнется, вот смотрите, он не сразу начнется, страх там будет через месяц-полтора, когда она будет завершаться, вот там будет страх. Укатают все, вот как было в 14-м году. Как в 14-м году на Биулину-то прокатили? Очень просто, там начали падать джанг, по всему миру. Он падал, падал, падал. Соответственно, выходили из российских облигаций, об этом говорили, предупреждали, что удар будет нанесен со стороны рынка долго. Выходили, выходили, рубль падал, 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 сдали нервы в АП, на Биулину позвонили, она от большого ума сделала то, что сделала. Открылся Лондон, ее прокатили еще на 20 рублей, потому что она всю кривую доходность опустила вообще еще в пол. И так у людей огромные потери, а тут еще, извините, маржин-колы пошли. Вынесли, и на этом все завершилось, все, всех лохов вынесли, все испугались, и снова все стало хорошо расти. Так и здесь, джанг еще не начал падать. Вот в мире бросовые облигации, джанг и развивающийся долг еще не падают. джанг и просто фонд можете набрать, идете на этот самый, на сток чарльз, нет, не на сток чарльз, тренинг. Смотрите, джанг и он еще не начинал падать, вообще. Поэтому аппетит к риску есть и бояться некого. нет. А вот когда он начнет падать, под самый конец коррекции, ну, бюлли что-нибудь вбыкинет. И на этом все снова завершится. Снова начнется какая-то коррекция вверх, бла-бла-бла, спокойствие и радость. И все это, я думаю, произойдет вот либо в этот раз, либо на четверке, либо уже позже. Так, джанг и вот там джанг, блумбер, хаил был. Так, спайдер, да. А нет, уже начал падать, давно его смотрим. А хотя вот ABC, сейчас будет коррекция суда, наверх. То есть, ну, не начал он падать, он ничего еще с ним не происходит. Сейчас вот мы его посмотрим на 5 лет, вы помеете, что такое падение. Вот падение, вот он, вот 16-й год. Вот здесь вот это самое, Набиулина психовала в 14-м году. В этот 14-й год, вот он, нет, нет, вот он, вот 14-й год. Вы его даже не увидите на этом графике. А как продавили тогда облигации. Поэтому еще раз, вот 16-й год, когда Набиулина психовала, пардон, вот он, вот было падение. А сейчас только начало, поэтому ему еще до психоза падать и падать, он даже еще не начинал падать. Просто вот лично мне говорит о том, что, ну, у нас еще время есть спокойного такой жизни. Когда можно связывать динамику рубля там с выборами, еще с чем-то, еще с чем-то. А вот она, динамика рубля, вот она вся. Вот он, Джианг. А вот наш любимый GB Government GBRI. Нет. GRBI. Government сейчас. ARGB. Ну и при чем есть нефть, и где падение, нет еще падений. Вот 14-й год. Хоть это было падение, я понимаю. А сейчас что вы, о чем вы? Нам еще растем. Новые должны историческим максимум показали, но уже практически на историческом максимуме. Я смотрю, падает, не падает. Если не падает, значит рубль стабилен. Даже имеет тенденцию к укреплению, что мы видим. Если вы наложите график нефти, корреляции вообще никакой нет. Так что такой выход, вывод. Спокойствие, ток спокойствия. В ближайшее время. Американцы не начнут убивать рубль, как нам обещали. Может быть, даже если к выборам рубль будет 70, то это не катастрофа. Да никто не заметит по большому счету. Основная масса электората даже не заметит. Будет очень интересно. Ладно. Я не знаю, честно скажу. Потому что, вот как должно быть, по идее. В идеале, в идеале ведь никогда ничего на рынке не бывает. Но в идеале мы должны сделать низ годового цикла по СНП. Потом мы должны расти не больше шести месяцев и завершить пятую волну и понестись. Ну, по кочкам она понесется сами знаете куда. Нет, ну, еще раз, когда она развернется, да, ведь все же будут покупать, как обычно, просадки. Это, я не знаю, ну, процентов 10-15 придется потерять сверху, чтобы до людей что-то начало доходить и уже началась серьезная паника. А так будет, как обычно. Провалился, просадку выкупили, снова провелся, выкупили, а потом уже третья волна пойдет, там уже недовыкупают. Ничего же нового не будет. Просто по времени вопрос, ну, я придерживаюсь той точки зрения, что еще раз месяц-полтора у нас есть спокойное существование, даже укрепление рубля. А если вы, скажем так, долгосрочные инвесторы, как люди у вас, они же хотят быть и инвест, и деньги сохранить, еще и заработать, да, и посидеть, и рыбку съесть, ну, не бывает так. Ну, рубль можно сейчас же начинать продавать против доллара, вообще давно надо было продавать против доллара, это все. Все, что могу сказать. Чем? Что-то выбросили опять. Давайте уже еду и газ. Там, я помню, выбросов ничего другого не было. Да, то есть никакой цепной реакции не было. Ну, что-то там в печке, да, в печке что-то какой-то фильтр долбанулся, я не знаю. Ну, выбросило. Ну, там уж какие-нибудь есть секретные материалы по данному вопросу. Слушай, я на это уже давно забил, знаете. Через Оренбург опять прошло и ушло в Казахстан. И в Европу оттуда вот так вот. Накрыло. Эти карты. Основной там все, правда. Да, поэтому у них теперь гайчатины будет еще больше. Весики. Они ничего этого не знают и не слышали. Какая самая широкая река в мире, знаете. Припять. Редкая птица налетит до середины. Так и здесь. С чего так волнуюсь всем? Вон, это самое. Есть же ролики. Один из этих самых участников манхэттенского проекта потом ездил с лекцией по всей Америке, показывал. Уран радиоактивный. Плутония в руке держал, кушал. И ничего. Ну как, рука может блокировать поток альфа-частиц, если они такие страшные? Ну он показывал еще Чигегера. Кладем на эту сторону, за попу засовываем. Не фонит. Так что, слушайте. Понимаете, вы говна просто в день вдыхаете больше, чем вы получите угрозу от радиации большого счета. Вообще для чего, да. Что вы хотите посмотреть? Йену? А потом газ. Газ. На часовика как-то будет сидеть. Газ. Сам ты газ. От газа слышу. Чего ты меня сегодня несет? Так, Йена. Ну в общем, да. Как вы, говорит, расслабляйтесь. Что? А, да. Вы только не забудьте про этих, про роботов. Ну не тех, о которых вы подумали. А, да, роботы. Со своим протезом. Черт. Да ладно. Все. Ой, кошмар. Ну вот, скорее всего, мы здесь закончили. Вторую волну. Сделали первую. Наверное, ABC. Либо уже. Ну, ABC будет. Скорее всего, плоская. И пойдем на 1,37 туда. Третья волна. Сейчас исходим на 1,12. Чего? На 112. Ну вот, давайте же живем. Где? Тут уж то двойное дно. Слушайте, он искал дно, он его нашел. Чего? 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 Ладно, нельзя на двучерку смеяться. Это грех. Тут даже во всех религиях, не знаю. Ну, если уж тогда говорить, ну, двойное дно, вот. Чего? Значит, какая цель будет? Первая. 108, 115, 115 плюс 7, 122. Чего? 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 Сейчас пошла первая, вот. Сейчас мушка закончилась, сейчас, получается, будет тревушка. Ну, она либо началась, либо будет еще продолжение банкета, продолжение коррекции вот сюда, плоской, да, какой-нибудь, и только потом пойдет движение вверх. Ну, это должно быть тогда начаться укрепление доллара. То есть, тогда, получается, евро сделало пять. Да, не три, а пять. Ну, это сейчас, по идее, все решится. Ну, а чего, если 85% ETF-ов японских принадлежит ЦБ Японии? Там уже скупать им нечего. Воздух скупают. Китайцы в прошлом году правительство скупило 20% квартир на рынке для поддержания рынка. А у нас тут же, вот, посмотрите, вот. Сколько лет мы уже с вами говорили, издевались над несчастной Шахидзадовной, что вот, какие они профессионалы, вообще-то, коррупция. А тут Мудис выходит и говорит, да, действительно, слушайте, вопросов много. И к уровню компетенции, и к уровню профессионализма. В банковском сообществе и у нас тоже. И вообще, говорит, это на коррупцию все похоже. Почему одни банки спасают, другие топят толпаном? Ну и что вы хотите от такого ЦБ? Какая у них главная задача ЦБ на России? Какая? Не дать народу заработать. Не, карман-сенабить. Ну да. Все вокруг, как там было, пелось-то в советских песнях. Все вокруг колхозное, все вокруг моё. Ну и, соответственно, такая же у них монетарная политика. Вы, главное, не думайте об инфляции. Её нет. Надо заякоревать ожидания инфляционные. Какое падение? Производство. Да фигня это всё. Путин что сказал? Экономика дно прошла, адаптировалась, началась новая волна роста. Я вам то, что объяснил, что у роста. Ну правда, веб, а веб тоже банкрот. Веб тоже банкрот. Они тоже говорят, что у нас уже третий месяц подряд снова продает промпроизводство. И хохлы? Те, что у нас все равно присутствуют? Ну, хохлы вообще мерзкие твари. Братья меньше называются. Ну, судя по тому, что творят их дегенераты, да? С Луценкой Коломойским, да, история? Я вообще в осадок выпал. Амельцам, что ли? Да не, прокурор. Луценко. Это кто он там, плиточник по образованию? Поехал в Амстердам в рабочее, так сказать, время. Не косячок раздает, но и косячок тоже раздает. С Коломойским поговорить. То есть, к Коломойску заведено дело по выводу активов из Приватбанка. Ну, страшный человек. И генпрокурор, поехал с ним поговорить. Все бы хорошо, но там какие-то хохлятские студенты оказались в Амстердаме. Косички давили. Нет. Они идут, как там студент пишет. Встреча секретная была. Они идут, смотрят, в каком-то кафешке сидит Луценко скала. Подходит, слушайте, селфи можно сделать. Мы вот хохлятские студенты. Я говорю, да конечно сделай, в чем проблема. И мы селфи сделали, все классно. Все бы хорошо, но эти придурки все селфи выложили. Я говорю, у меньших братьев даже дегенераты какие-то неправильные. Я когда эту историю прочитал, я, честно говоря, уснулся. Просто. Так попасть. На чем попасть-то? Подошли два студента, по-украински говорят, можно? Ну конечно. Там Луценко стоит и Кало стоит. Кало тут тоже свои переговоры слил с этим, с помощником кролика. Там очень, правда, нецензурная речь. Короче, что-то они, по-моему, Кало кинули. И Кало сказал, ты скажи этому расу кролику, что я его буду. И вообще расскажу всем, сколько я денег потратил на Майдан и на него. Не, ну у нас тоже ребята, в общем, не отстают, что-то позволить. Эмблему выборов, да? История. Да нет, выборы за 37 лимонов. Да. Красокачки ей что скажут. О, бечный Мещико. Он очень симпатичный случай. Не, молодец, он живет, вот он такой живой человек, живчик. Он живет просто этим. Он не может быть без внимания. Задушит его или нет? Нет. Нет. Кто его задушит? Он. Я только раз не хочу. Там Вальцман уже все популярно объяснили. Да? Что, чувак, вот есть на Буту, на них наехал, на Бута ФБР. Вот ты на них наехал, не по делу, мы сейчас у тебя, у нас на тебя все есть. А этот дурак не понял, начал там опять что-то с выборами мутить, какая-то мажоритарность новая система. Ну, идиот им. И на Мешико наехали. На Мешико даже Кало наезжал, но у Кало сразу остался без приватбанка. Нельзя на Мешико наезжать, это мой коллега по госдепу. Нельзя. Проблемы били. Слушайте, я вот эти видосы, что на них смотреть, непонятно, какие постановки, еще что-то. Ну, отбили, молодцы. Еще раз, хохлы-то они не за Мешико, да, они против того, что у них дегенераты два. До них наконец дошло, что ребята, а что, собственно, поменялось-то, ни хрена не поменялось, такие же дегенераты пришли. Все, я хохлам. Еще, когда Кирик был последний, нас на семинар приглашали, а два года назад я им сказал, что, ребята, вот видите, столбы, да, пока эти столбы не задействованы, ничего не поменяется. Ну, вот, пожалуйста. Ну, а европейцы это просто дебилы, блядь, прошу прощения. Мы там будем строить систему. Они там систему правовую строят. Ну, как ты вот с такими людьми можешь строить правовую систему? Нет, если они в Кандалах и Скайлом, да. Но когда они на свободе и определяют ее, и своими действиями формируют повестку дня, нет, извините. Тут нужен товарищ Волкер. Ну, у него другие способы. Ну, он с ними нашел общий язык, судя по всему. И с нашими нашел общий язык очень быстро. Он говорит, ни хера не понимает. Ну, ничего не понимает. Да, ну, и в Штатах там тоже висели с Хиллари. Все вызывают агентов. ФБР занялось вопросами о покупке урановой компании. И как, сколько там, 270 лимонов попали на счета Хиллари от россиянского правительства. Попросили сегодня, не отправили запрос во все ведомства, которые этим занимались, не уничтожать документы. Началось. Трампе что-то обещал, что если он станет президентом, это, сука, сядет. Он таки сядет. Да все. Но, на самом деле, пример Трампе, на мой взгляд, он очень такой показательный. Почему? Потому что против него были задействованы все средства, которые есть. Ну, за исключением, скажем. Нет, даже это было задействовано. Все средства, которые есть у так называемого мирового порядка. Нового. По дискредитации, президент, ну, вообще любого человека. По уничтожению его как личности, по уничтожению бизнеса. Ничего не сработало, просто на него ничего нет. Не, ну, сейчас вот запустили новую кампанию, там вот у них началось с Голливуда, что типа там за коленку потрогал, по попке штукнул, то все. Ну, Трампе, ну, что с него возьмешь? Ну, это вот сейчас там, кстати, уже началось, там какая-то дурочка вышла и говорит, что вот он меня там схватил за причину. Ну, как Трампе, сыну объяснял. И вот только через 20 лет я вдруг поняла и осознала, что в тот момент я была изнасилована. Жестко. Ну, там что-то вроде прицепились, а потом оказалось, что она десять лет назад уже подкатывала к Трампу с этим делом. Он сказал, вот у тебя есть ипотека, я ее выкуплю, что тебя больше не видел. Ну, как-то второй раз уже. Ну, тогда же вроде заплатил он тебе за услуги, заплатил. Как-то второй раз за одни те же услуги не платят. Просто у него ничего нет. А Хиллари и Обамка, они малость переиграли. Теперь будут просто мочить. Не, он там уже в Вашингтоне все вышивается. И потом, что еще они броют? Ну, даже этих самых этих ублюдков из антифа бросили. Беспорядки же были. Ну, там и провокации были, и все. Тоже не сработало. Ну, еще раз, на человека просто ничего нет. И за ним тоже стоят, как я вот так говорил, пришел не Трамп, пришла команда совершенно другая, совершенно другой повесткой дня. И что сразу стало твориться в мире? Все как-то стало просто и ясно, да? Россия выиграла УИГИЛ. Да, Россия выиграла УИГИЛ. Освободила в территории в 2 раза больше Сирии. Поплощей, причина еще хорошая. Смотрим на карту, да? За прошлый год и за этот год. Карта, значит, какая территория контролируется правительственными войсками Сирии. Разница особо не видим. Ну, ладно. Значит, смотрим те же сводки, да, кого бомбили наши доблестные ваттенвасы. Они бомбили районы, где ИГИЛ не было, а где была сирийская оппозиция. Но ИГИЛ мы победили и всю территорию освободили. От Ефрата и Данила. Ну, если почитать в этот раз больше. Правда, Министерство обороны потом выпустило небольшую корректировку, что великий министр имел в виду вообще территорию поверхности. Ну, горы, ландшафт. Слушайте, мы тут же, по-моему, третий раз выполняем, нет? Больше? Третий? Нет, нет. Не, ну и по-дам тоже вот, 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 помните, когда пиндосы в Ирак вошли, там все разбомбили. Разбомбили, как Буш объявлял. Авианосец по морю идет, садится на него этот транспортный небольшой самолет. Там Буш, второй пилот, выходит весь в шлемофоне и говорит, что миссия выполнена. Ну, красиво смотрится. Президент, ну, он был пилотом этой надгвардии. Пил больше, чем залетал. Ну, не важно. Ну, красиво так, да? А тут все, кто-то прилетел, что-то сказал и все. Что? Где? Где авианосец? Ну, Кузя же ушел. Ну, нас же было обратно пригнать. Не даем. В каком полгода идти будет по травам? Ну, понимаете, если уж копировать, так, ну, с размахом. А не так. Ну, полетел, что-то сказал, улетел. Как кто-то пошутил туда, это самое легче мавзолей принести, чем кузь вытащить. Тоже продемонстрировал. Понимаете, вы, наверное, просто себе отчет не даете, когда человек говорит, что это было его личное решение послать авианесущий крейсер адмирал Кузнецов для демонстрации силы российского флота и флага. Ты что посылаешь, что демонстрировать? Ты соображаешь, что ты делаешь? 2, 2, 2, нет, во-первых, чувак не мог дойти, как обычно, его на буксирух какую-то часть пути тащили, когда он уже вошел туда, в Сземное море. Во-вторых, это дым. И вот после этого мне говорят, что я как-то без уважения отношусь. Ну как, вот за что уважать-то, я не понимаю. Вот за что? Кстати, да, у меня же прогноз был, что Россия не приживет третий срок Путина. Так и сбылся практически. Союзы падают, уж союзы стали падать. Понимаете, союзы. Это немецкие ракеты, которые немцы делали. Они падают. Банковская система легла, это уже, по-моему, всем очевидно. Экономика разваливается на куски. Просто как деревья сбрасывают листья, так наша экономика сбрасывает все отрасли, которые не связаны с нефтью и газом. «Газпром» получил первый убыток с 1998 года. «Роснефть», ну, «Роснефть», она, сами знаете, финансируется нашим ЦБ. Это непонятно, китайские покупатели и тому подобное. Никаких резервных фондов больше не осталось. Все просурали. Ну, чем вам не конец существования страны? Все. Производство грузовых логонов за 55 процентов упал. Это из-за санкций. Я не говорю, что в условиях санкций. Но сам факт. Поэтому… А еще был прогноз ДАП тоже сделан. Про Сочинскую Олимпиаду. Я так говорил, что либо ее не будет, потому что не успеет построить, либо это будет какой-то страшный позор. Я тогда вроде ошибся, да? Ну, потому что провели, первое место заняли. Все замечательно, все в восторге. Но теперь-то действительно лучше бы не проводили. Просто спорт… У нас зимние виды спорта убили. Это тренеры не могут теперь работать со спортсменами. Других тренеров нет, других спортсменов нет. Потому что они выращиваются годами, если не десятилетиями. Плюс провели зимнюю в Олимпиаду в субтропе. Ну, типа, вот эти вот стадионы, они в той же Сибири, на том же Урале, они не нужны. Нет, нет, нет. Они нужны именно в Сочи. Ледовая арена и все остальное. Ладно. Ну, с жопу. Не будем о грустном. Потому что… Да. От газа. От газа слышу. Эй, ты страхуй, да? А, тут газа нет, придется идти… Ай… Пойдемте к проектору. Зайдем к нему, заглянем на огонек его газовую камеру. Пойдем к плате решать. Какую? Ну, от… РДБ. Иван Геннадьевич, а что, газ подорожал в Москве? Да. Раза в три. Платежка раза в три. В области я вообще не подорожал. Она не… А, в области. В области. В области. Я вот получил, я вот получил платежку в три раза больше, чем было. Да. Я не знаю, просто я еще не разбирался с этой платежкой. Но она в три раза больше. У меня остывание пока не менялось. У меня поменялось. Так, что я хотел-то… А, к проектору. Может, перерасчет за счет сделали, не знаю, но я просто офигел, я в осадок выпал. Потому что долго не потери. Ну, может быть. Сейчас. Или вот… Вот что за… Да нет, ну если я набираю по-человечески, почему мне этот какой-то гребаный Яндекс посылает? А если там тоже биткоин стали рассматривать? Правда, да? А где? Сейчас покажете. Эээ… 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 Не, ну Goldman Sachs, биткоин, давно уже у них аналитика волновая идет. Нет, 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 нет. Эээ… Так, газ. Да, е… Эээ… 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 Ну, вот что. Я вот этой точке зрения ABCDE придерживаюсь. Либо ABC… Ну… Да, ну треугольничек смотрю, потому что… Скорее всего треугольник. Да, вот он, вот он. Эээ… Эээ… Как раз под пять вынести нас. Эээ… 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 Вверх, который там был, по-моему, 12 или 13, что-то такое. Там прошло… Так куда? Там… Да, да, да. Там прошло два зигзага. Сейчас идет третий зигзаг. Вот это вот A, вот это вот B, потом будет C. Последняя волна третьего зигзага. поняли да вот но и мало что поменялось удовлетворили ваше любопытство замечаем золото да ничего золото вниз идет ну как нет ему нужно сделать низы вот в январе-феврале уже начало окно открылось низы годового цикла и соответственно низы девятилетнего цикла по тиму воду и 3 цикла он но 975 первая цель ну да вот пошли на вот все что у них есть а давайте золото посмотрим по-человечески на дай но скачет газпром отказался покупать трубы да ну но как чуба сила им похоронил свои реформы энергетической машиностроения теперь этот трубный похорон марс будто зелеть на деньги великой либо кредиты в венесуале выдавать да ну шо вы танц вы что говорите даже национальное достояние не сащие ни капли не пацали вот это национальное достояние ну чё нам нужно и без силу все сделать и все все завершить и уйти высоко далеко 971 цель ну вот мы чуть-чуть не дотянули до четверки предыдущие размеры цель значит нам дотянуть дотянем ну вот вот сюда вот досюда это bitcoin кроме шуток наложите bitcoin вот досюда сейчас bitcoin делает это давайте пойдем посмотрим сейчас мы откроем в отдельном а ну этот график надо оставить ешь форекс а если а он же отдельно окно открывается правильно да как нам нужен то что это дневной да да ну вы офигеете ну вот да волны может считать вот четверт вот четверка вот удлиненные 5 вот четверку от удлиненные 5 вот мы сделали первое движение вот она сейчас будет покупай подешевел сейчас будет либо треугольник чертим либо уйдем туда и потом будем я думаю что все развернули сейчас будет налетая подешевела дешевле больше не будет как помните в а вы же наверно не помните 2008 году тогда в альфа-банке начальником аналитики у них был некто дипуп дипой дипой я узал дипуп пуп это собачье говно на славе вот и когда если помните ртс он там из клина выходил 2 200 уровень 2 200 это был уровень отрицания движения наверх все это значит клин завершён теперь будем валиться и он из на уровне 200 я помню что на рыбака работал вылезают эти клоуны из альфа-банка и дипуп так это падал с акцентом говорил в мире американском был это подарок этот уровень просто подарок там три тысячи вот прям за углом это сижу гряду плетен все же 2 200 пробили хана 700 следующий цель без мультик так и здесь с дипу по вылезут скажут ребята это ваш последний билет свет для будущем а уже про миллион и говорят они что рисуют послевопытно вот это я не буду с ними спорить на вполне 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 так маэлю там у них тоже взволновка есть а где а где 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 они что хренили это засунуть в каренсис а слушайте а я даже никогда сюда не смотрел вот сюда я туда смотрю и все слушать как интересно ну-ка а ну это задолбали подписчики наверняка нет я не настолько упавший слушать сейчас сейчас пойдем сейчас а подождите а чё о чём это высвечивается талан и вы за это деньги платить интересно ну давайте сейчас мы узнаем правду слушать ну а все проектор мои глаза превратился в барыгу сразу настоящий и летчик должен посылать это все нафиг так давайте давайте посмотрим только вот это сейчас увидите будущее чуть-чуть осталось несколько кликов раз ну да ну может быть да нет еще раз я сказал что есть такая вероятность но я думаю что уже все а да а дневной а побольше а поменьше интро д есть люди чё не знали что там же это лбами столкнулись себе о и этот самый нет у них были контракты на разницу в саксе ну такой кухонный что-то когось а вот они как считают интересно здесь график его а график то разные красные да и а вы знаете сколько сколько там бирж этих короче я биткоине вот 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 не бум бум да я вот что вижу то пою как чукча я считаю что вот сейчас мы сделаем 5 пойдем сюда а может это при может он еще миллион будет ну вот поймите на пройдем все а можно ваще чертим и биси можем можем нет меня под я старый больной человек как же это не бывает а не бывает горячих и старых трейдеров да я вот не горячим я право ческого простой что я торгую только тем что я могу ликвидировать превратить валюту в два клика первый клик это выйти из позиции второй клик в чем 24 часов получить деньги на мой банковский счет все если начинает занимать по 2 по 3 недели а то сейчас г этой месяце чтобы сделать айди на очередной этой самой форес конторе которым является все эти нерегулируемые биржи и только потом тебе пришлют деньги на счет за биткоины ребята спасибо это без меня какие вещи без меня минуту это не тот кэш который ты идешь банкомат и снимаешь это кэш который у тебя виртуальный потом тебе это биржа должна эти деньги переслать на твой счет а для этого нужно же твою харю совместить своим кошельком то есть провести идентификацию личности а кошелек это ничто поэш это не что ты его в деньги не превратишь его продавать лежали либо звонить этому как его маги проредит маги диском там провезет деньги непонятно как еду либо найти какого-то тоже лоха который купит тебе деньги заплатить только шлюк либо через биржу но еще раз все это вот сейчас будет все это регулировано аэрс смеется над этим говорят ребята спокуха мы сейчас на вас наедем нам все дадут уже отдают все данные поэтому на мой взгляд это мания и все и вот если вот нет двух кликов а еще встает какой-то хмырь который будет решать моя фычка совпадает с теми данными которые у них или нет ребят не надо спасибо все этим я это не торгую спасибо я уже однажды купил такую вещь все смеха когда забыли сказать что интернет трошился нет было еще одно это уже это вот этот стыд и позор то есть то есть да нет там было бы обычный лохотрон просто деньги ну как вот ну как лохотрон ну как форекс кухни либо те тот же биткоин у вас тут на экране много много нулей вы уже собираетесь себе купить там не знаю феррари еще что-то яхту ну маленькая проблема как нули как эти нули кэш превратить в реальный кэш который может подержать ну вот возникают всякие проблемы в том тебе там типа у вас здесь не стояло как не стояло вот выписки вот какие выписки это как наши дурачки решили денежки в китай перевести с запада даже законодательство под это дело изменили что там типа оффшор они вообще не понимают что делать они что не знают что в китае все очень просто сегодня здесь банк с очень такой большой длительной истории репутации все солидно а завтра здесь извините меня спасал он у вас здесь не стояло а что понять не но они там майнит майнеры получают деньги да а вот кто торгует через биржи и потом деньги получают не майнеры деньги получают с бытовой компании и генерирующей компании в основном так что если уж говорить что это заговор это заговор энергетиков ну это не идиотизм это мания люди так себя вели всегда они всегда вести будут ничего не меняется ну вот золото да ну что нам пели там на 2000 что все пипец доллар ухана если у вас уже нет золота вы уже не человек ну и чё серебро тоже новое золото у нас дак сити щит датком а сейчас щит даткоин корень ну а с луковицами носиться да вот сколько это было тысячи какой год 600 1600 как нам в истории говорят тюльпанова с луковицами носиться вот луковица стоила дороже дома вот это вот что не бред по логарифмической шкале да незначительно но произошел уже поэтому может быть проектор прав а может быть и не прав если бы этим серьезно занимался ну наверное больше внимания уделял а да ничего слушать большому счету так разобраться еще в девяносто девятом году црушники выпустили white paper да как сделать биткоин ну аналог биткоина далее следуем простой логике крупные наркобизнес торговля людьми теракт это кем осуществляется спецслужбами все под контроль спецслужб соответственно и все вот эти транзакции они тоже под контролем спецслужб возьмем такую замечательную компанию карлайл групп буш там бен ладен и вот сейчас из этой группы из карлайл групп будет как раз чувачок новый главой фрс все прекрасно если вы посмотрите чем занимается карлайл карлайл групп в таком замечательном месте в центре Европы которая спасли от кровожадных сербов Косово называется где находится крупнейшая американская военная база за пределами США но они там были случаи причем так у них шла война с црушниками там они занимаются одним и тем же наркота торговля оружием торговля людьми и человеческими органами ну одно из подразделений тем же занимается цру тем же занимается кгб в ФСБ это все под контролем спецслужб уберем официальные данные того же ООН через Россию год проходит 90 тонн кокаина героина, прошу прощения, из Афгана только через Россию это было все последние 30 лет менялись президенты менялись названия спецслужб все менялось они идут и идут что такое 90 тонн ну под чьим контролем все это находится ну соответственно если нам говорят что биткоин был создан плохими дядями что вот это все работало чтобы их не могли поймать спецслужбы ну это бред силы как был все там контролируется вполне возможно что это простой такой эксперимент злых дядей из как-то нового мирового порядка посмотреть а вот если у них же есть идея как нам говорят все перевести в электронные деньги чтобы ты был никто без банковской записи или без электронной записи вот они пробуют это сделать теорию же можно вынуть пожалуйста просто что-то когда-нибудь через жопу это делают потому что самый тупой алгоритм вот если использовать блокчейн какой-то самый медленный тупой алгоритм мы не выбрали может быть это вот тоже что-то объяснение это можно знаете вот такой извините дамы звуходрочкой заниматься часами толку от этого ну послушайте сегодня биткоин а завтра там есть уже биткоин кэш есть лайткоин кстати его создатель вчера ли сегодня окешился что там еще есть эфир есть биткоин их там понимаете поэтому все эти сказки о том что это типа чем-то ограничено да нифига подобного есть биткоин завтра будет чмо коин ну их много понимаете их много вопрос в том кто что раскручивает и какой валюте в данный момент она наиболее раскручена на слуху какой валюте есть доверие вот почему-то сейчас есть доверие к биткоину ну самая старая валюта ну и раскрученная тоже там сказки какие-то поют про как же это популярно это словечко у них экосистема экосистема этого самого не биткоина а уже все уже полтора часа язык сейчас заплетается ну алгоритм то как он называется да не майнин в каждом уме майнин блокчейна экосистема блокчейна но если вы посмотрите почитать что это такое применение весьма и весьма ограничены все ну так разобраться да в которой записана история всего что происходило все как это перевернет мир я без понятия да потому что ну хорошо у вас есть доступ ко всем транзакциям это повышает единственное что ваше доверие к совершаемой транзакции потому что вы можете посмотреть грубо говоря если у вас сильный большой компьютер всю историю транзакций правда вы ее пытаетесь грузить да много-много часов но можете посмотрели доверие повысилось ребята вы работаете в виртуальном мире у вас один риск того что скажем вас этой транзакции надурят он начинал может быть перевешен риском того что просто у вас сейчас ваш электронный кошелечек сопрут ну вот пожалуйста корейская биржа закрылась сперли поэтому все это можно одну валюту разогнать можно разогнать другую валюту ну вот скажу скажу чем определяется цена на золото абсолютно бесполезный металл вот абсолютно бесполезный металл ну применение в промышленности ну вот минимальная в основном это ювелирки тоже а почему покупали потому что вот доверие есть что это мол деньги и мнение о мнении инвесторов абсолютно правильно так и здесь сегодня биткоин завтра еще какой-то коин будет не так много кого золото ну говорю бесполезный металл что нам сдалось вот вот просто вот такое отношение инвесторов ну да ну у него есть такой вот да вот к функции что вы на нем можете купить покушать и ну 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 и так же здесь все это раскрутка ну наверняка эти книги когда были написаны как все это делается ну это из области психологии уже к рынку вообще и к здравому смыслу какого отношения не имеет поэтому не берите это все в голову а торговать еще раз если я не могу получить деньги в два клика я этим не занимаюсь поэтому я не торгую ртс когда нашу биржу закрыта на неделю нахрен мне такие развлечения он уже по моему перестал быть таковым потому что он стал этот трейд ну позиция по продаже викс она очень популярна поэтому просто тупо давит слушайте я вам сейчас вот понимаете еще раз я уже старый больной человек да у меня есть четыре инструмента которые меня кормят мне больше не нужно вот это знаете как вот торговать такими какими-то непонятными зверушками такие вот непонятными да а нормально корм на жизнь хватает ну на жизнь хватает скажем так золото нефть смп доллар ну вот евро доллар да основные пары на жизнь хватает так еще вопросы есть не знаю первая цель 2 718 ну да можно пойти выше можно пойти выше спокойно проектор фрост и проектор единственная проблема я не знаю как сейчас раньше было два перевода да возный по моему один был перевод а второе хорошее который был получше который я не помню есть два перевода вот перевод возного на мой взгляд чем он плох лучше читать в оригинале по-английски разбирайте лучше читать в оригинале но у возного такой как бы сказать механический перевод то есть если вы в первый раз читаете ну ну там язык сломаете себе и мозги тоже и просто наберите перевод а может сейчас посмотреть там перевод проектора и фроста а это прям можно в интернете купить да? конечно можете скачать даже где-нибудь наверняка все это есть pdf на озоне был а? ограниченная партия я на аминов покупал нет постоянно я в озоне покупал вот в озоне наверняка есть я просто как-то вот так сложилось по жизни что на Шеремане все это бесплатно есть вот чтобы уже не искать все есть бесплатно самое главное вот с этого начни читать но это будет долгий процесс я думаю что через какое-то время вы решите что это все это вуду все это чушь собачья не работает ну так бы что решать но даже по тому же биткоину смотри сколько интерпретаций даже данные левые сайт других бирж ну смысл? что занимать? купите сразу торгового робота я шучу или вот или вот ценен тем вернее проектор что когда вы начнете его читать и изучать через какое-то время вы поймете как вас мозги вам выносят все и что все грубо говоря с точностью это наоборот происходит и в мире работает это пожалуй самое главное что я для себя вынес из всей этой эпопеи что? обучением? нет ну вот как просру сумму какую-нибудь крупную сумму начну заниматься купить а в Ригу вы сейчас едете? когда я еду в Ригу? мне об этом говорят уже по-моему второй квартал ну поехали завтра в Ригу да какой-то обучающий семинар я без понятия мне об этом говорят поеду поеду ну может там какой-то самый двойник калмык и в Москве и в Риге дожил называется только он-то о них знает а я нет или кто там ласковый май да чёсом занимался несколько групп было да 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 франшиза точно как Макдональдс приходите накормим говном вкусным нет кстати я вот не знаю как у вас а когда возникает необходимость прочистить желудок там раз квартал вот так вот я иду в Макдональдс естественный способ очистки желудочно-кишечного тракта все Макдональдс все засудит все если нет вопросов спасибо большое счастья вам в уходящем в новом году вот надеемся что еще встретимся самое главное чтобы не делали поспешные движения и глупости в новом году и думали своей головой